урок в школе но и учитель там спрашивает у детей кто там кем хочет быть но обычно набор как все ведут учителем там хочет еще кем-то еще кем-то и павлик говорит а я хочу жениться учитель говорит но это круто а как бы зачем в чем фишка то в чем смысл он говорит ну знаете я хочу свою жизнь так устроить чтобы вот все для жены было чтобы вот дарить жене каждый день подарки золотое кольцо бы ей подарил бы колье бы подарил бы ей ожерелье я бы ей дом купил машину выкупил и вот каждый вы день какие-то приятные сюрпризы бедя учитель говорит ну молодец конечно для все это нужно быть много постараться хороший мальчик садись петенька ну а ты кем бы хотел стать он ведь вы знаете я вообще хотел стать космонавтом но послушал павлика и теперь хочу стать его женой музыкальное произведение корова пасется на лугу такая красивая красивая корова знаешь вадик до корова красивых коров и бык подходит такой бык красивый солидный кольцо такое вносяре огромное такое кольцо он говорит корова давай я тебя того корова такой смотрим бык солидный хороший давай хорошо выгодная бык особенно я люблю вот немножко так экзотически давай вот видишь там дуб стоит и иди туда вот прислонись рогами к дереву а я с другого конца поля разгонюсь и со всей силы всажу корову говорит ну давай попробуем пошла встава лбом к дубу бык ушел на другой конец поля разгоняется несется копыта в землю стучат земля дрожит все вообще кругом трясется и со всей скорости корова так поворачивается думаю то сейчас же конец мне будет и в последнюю сторону отошла бык со всей дури головой в дерево бах и упал без сознания корова ушла проходит несколько часов лошадь мимо идет быка так копытом шевелит бык бык ты чё говорит а мы быки всегда так натрахаемся и спим у нас тоже у спортивно-телевизионных людей тоже бывают большие события которые заканчиваются ну и после окончания большого события всегда происходит большой какой-то что вы сжигаете боюсь спросить мы ничего не сжигаем мы сжигаем да как калории сжигаются потом в большом количестве олимпиада в сочи заканчивается сочи зима прекрасно и мы все значит толпой выезжаем на пленэр на пикник в какие-то горы и замечательно там проводим время а там рядом паслись лошади вот на вопрос они там траву щипали не знаю что еще делали гуляли фистинга может быть я в этом не участвовал но один коллега пошел ну поскольку уже все как-то осмелели лошади они так броди за забором потом я смотрю несколько человек пытаются оседлать кого-то но в общем как-то уже все становится хорошо и так далее но лошадям что-то не понравилось и одна лошадь укусила коллегу ну просто одного коллега она просто укусила сильно вот мы немножко то начали волноваться стоит ли делать прививку и так далее лошади да не надо всем все вместе вот та самая замечательная то среду укусить могут каждого это не проблема но самое потрясающее что через полгода открылся конный канал этот чувак стал главным редактором конного канала продолжает работать в этой должности до сих пор а ты не напомнил историю скажу просто спа полет потом из сочи мы летим уже вот после того как всех покусали лошади и так далее летим самолете в москву а у нас один коллега он такой выглядит очень экстравагантно у него длинные седые волосы и очень длинная седая борода вообще комментирует хоккей там зимние виды спорта и он немножко устал и он значит сидит вот кресло три человека ряд он сидит с краю а рядом сидит мама с дочкой и дочка так благоговейно весь полет а он спит потому что ему очень плохо потому что вечеринка затянулась и он спит своими длинными волосами с бородой он спит всю дорогу и она на него а мы как сбоку смотрим она на него смотрит благоговейно в течение двух часов полета но боится обратиться к нему но когда самолет наконец сел человек коллега открыл глаза глядел диким взглядом все вокруг и девочка наконец поняла что пришел момент спросить дяденька извините вы бог что человек ответил да да дед мороз хорошая дать декоративная 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 декоративная